Всем привет, дорогие зрители! Сегодня у нас уже 1 августа, первый день последнего месяца стремительно уходящего лета. Ну как там оно у вас? Собрали 300 овервоч рублей на золотой скин? Всех покемонов поймали? Делитесь летними историями в комментариях. Россия же отмечает день тыла вооруженных сил, и по такому случаю я могу вам пожелать тщательнее оберегать свои тылы, чтобы никакие злодеи ими не овладели. А то я вот посмотрел новых охотников за привидениями, и в общем, после такого глубокого проникновения в тыл оригинальных охотников в нормальном мире был бы либо срок, либо свадьба, но, увы, не в Голливуде. Фабрика грез живет по своим суровым законам, которые зачастую никак не подходят видеоиграм. Но они очень стараются с гордо поднятой головой переползти на большие экраны. Потенциально хитовый блокбастер по мотивам нетленки Naughty Dog Uncharted потихоньку поднимается из производственного ада и уже призвал на помощь нового сценариста. Им стал Джо Карнахан, измаравший немало страниц во благо картин Наркобарон, Козырные тузы, Команда А и Схватка. Джо давно питает страсть к археологии, поэтому от предложения поработать над Uncharted было невозможно отказаться. Более того, он бы рад заодно и обогреть седальщем кресла режиссера, но пока занят третьими плохими парнями. Однако, если Нейтан Дрейк не будет торопиться в кино, Карнахан с удовольствием возглавит съемки, лишь бы график позволил. Оптимисты из Sony когда-то планировали премьеру экранизации Uncharted на июнь следующего года, но все мы понимаем, что нет. В конце этого года тактический шутер Doom раскроет весь свой стратегический потанцевал в рамках новой настольной игры. Нет, вы не ослышались. Настолка по Doom. Нет, она не подразумевает уголовно наказуемое взаимодействие между игроками. Если такая затея кажется вам адской ересью, спешу уведомить. 12 лет назад разборки морпеха с демонами уже сужались до масштабов стола и офлайнового мультиплеера. Новый проект называется Doom The Board Game. Захватывающий геймплей включает в себя две операции по шесть миссий, для каждой из которых есть уникальная карта. Простым смертным предстоит выполнять различные операции, типа обороны территории и сбора суперважных предметов. А у исчадий ада все куда проще. Им необходимо убить человеков. Главная особенность The Board Game — это россыпь классных фигурок, которые можно поставить на полку и хер забить на эти настолки. Если вы всегда считали, что караоке — это удел бухих завсегдатов провинциальных рюмочных, Ubisoft попробует вас переубедить. Компания анонсировала Just Sing — вокально-оральную игру для компании любителей петь. Уникальная фишка проекта — поддержка мобильных устройств, которые сгодятся вместо микрофонов. Достаточно скачать приложение на смартфон и до Грэмми рукой подать. Программа, в числе прочего, записывает перформансы на камеру, после чего выступление можно прокачать по последней моде, обмазать фильтрами, нафигачить тем и подобрать яркий фон. Классические устройства типа Kinect, PlayStation Camera и обычного микрофона тоже поддерживаются. В режимах есть кооперативное завывание, батлы один на один и прочее. Изначально в репертуаре Just Sing будет 45 песен, в том числе композиция Джастина Бибера. Кстати, кумир 13-летних девочек недавно отказался от роли в фильме из-за гомосексуальной сцены, и после этого немедленно подвергся критике со стороны вчерашних фанатов. Не знаю, зачем я вам об этом рассказал, но ставьте лайк, если хотите увидеть стрим по Just Sing от stopgame.ru. Коройки игра выходит 8 сентября на PlayStation 4 и Xbox One. Если пение не ваша тема, вставать со стула неохота, но душа веселья просит, обратите внимание на новое дополнение для Hearthstone Heroes of Warcraft. Оно называется «Вечеринка в Каражане». Маг Медивз закосплеил великого Гэтсби и закатил модную пирушку. Вход свободный, если есть все герои Hearthstone. На вечеринке можно будет найти 45 новых карт, а ключевая особенность колоды — порталы, призывающие на поле случайных существ. Плюс новые классовые испытания и новое игровое поле. Заценить веселье можно будет в бесплатном прологе, где предстоит одолеть принца Малцезара. Победителям полагаются карты «Колдовской ворон» и портал «Огненные просторы». Все четыре крыла вечеринки обойдутся в 999 рублей, а по отдельности крылья стоят по 329 рублей. Тусовка начнется 12 августа. Космическая леталка No Man's Sky стартует на PlayStation 4 9 августа, но самые предприимчивые долгожданцы уже нашли, где спереть диск пораньше. Более того, копия игры даже засветилась на eBay с конским ценником в 2000 баксов. Только конченый дебил потратит такую сумму на космосим неочевидного качества за две недели до премьеры. Подумаешь ты, дорогой зритель. Сам дурак, ответит тебе гордый покупатель преждевременной копии. Примечательно, что утечка эта далеко не единственная, и народ уже активно бороздит просторы новой вселенной, не забывая сливать видео со своими приключениями в сеть. Авторы из Hello Games не очень этому рады и предлагают ролики не смотреть, чтобы случайно не обжечь глаза спойлерами. Чё там такого можно себе понаспойлерить в процедурно-генерируемой леталке, пока непонятно, но особо упорные задроты уже почти всё прошли и активно делятся впечатлениями на форумах. Вот такие дела. Здесь я с вами прощаюсь и отчаливаю смотреть кошмары по мотивам охотников за привидениями. До скорых встреч на stopgame.ru Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok